Привет, это снова я. Узнали? Алярм, Ахтунг, у меня новости. В общем, сегодня я совершила набег на официальный магазин Натур Сибири, который у нас в Питере находится, на Невском. И у меня есть несколько новостей. Первое. Подорожало. К сожалению, реально. Но так ощутимо. То есть, если раньше мои какие-то любимые скрабы стоили где-то 380, то теперь около 500-500. Напишите, кто там знаток русского. Исправьте меня. Взяла, как всегда, мой любимый, мой единственный мятный лёд, тонизирующий биоскраб для тела. Я его просто обожаю и использую постоянно. Не нашла ему никакой получше замены, потому что, ну вот, старалась, но не нашла. Это вот такая вот густая соляная жижа. В ней безумное количество соли. Каких-то питательных масел. Отлично охлаждает попу. И просто чудесно скрабит. Люблю. Не могу. Обожаю. Мой любимый, единственный. Это серия Crazy Desert. Из серии Crazy Animals. Смешная история. Это один из, опять же, мною любимейших кремов. Био-густой крем для тела. Дикий алтайский мёд называется. Серия Crazy Animals. И его продают, ну вот, я, по крайней мере, видела его только в... На немском, да, в официальном магазине. Я купила. Мне казалось, недавно я всё берегла и выберегла, потому что, ну, думаю, вот я сейчас допользую, вот дикое говно всякое допользую. И начну пользоваться своим любимым. Это очень плотное такое масляное мазилово. Оно очень хорошо увлажняет, и оно безумно похоже на взбитый крем для тела от Kiehl's, который стоит, ну, гораздо дороже, чем вот это. Это стоит рублей, по-моему, 160 или 200. Это банка. В общем, я берегла-берегла, и вчера, я думаю, сейчас намажусь. Посмотрела, а банка у меня год как просрочена. То есть я года два берегла. Не надо, пожалуйста, какое-то эхо блокадного Ленинграда. Надо его просто из себя как-то убрать. Я надеюсь, что у нас никогда такого больше не будет. И надо пользоваться сразу, немедленно и получать удовольствие от жизни, потому что она у нас одна и под угрозой постоянно, как сейчас, в общем, оказывается. Так что купила себе замену и намажусь им прямо сегодня, получу удовольствие. И самая главная эта новость какая? Вышла гигантская новая серия, которая называется «Крейзи Звери». Я не знаю, какие такие звери и как ими махать, но «Крейзи Звери». И здесь есть разные персонажи, в том числе енот Потаскун. Это, видимо, была какая-то безумная коллаборация «Литуаль». У них есть серия, как же она называется-то? «Дольче Милк». И там вот дебильные всякие надписи, и еще дебильные надписи «Умиксит». В общем, видимо, вот этот дизайнер, он нашелся новую работу в «Натуре Сибирики». И теперь, значит, енот Потаскун – амбассадор «Натуры Сибирики». Взяла все, что мне показалось интересным. Цены в среднем 180-280 рублей за тару. Взяла себе енот Потаскун Глоу Спрей для волос «Сияй, как диско-шар». Обещают, что мерцание придаст аквамарин, увлажнение и гладкость снежной водоросли, а восстановление – белок охотской ламинарии. Неон Полар Туса. Пройди фейс-контроль. Я не знаю, на самом деле, ну, я просто люблю всякие спреи для волос, чтобы смотрю, будет ли действительно какое-то... У меня такое ощущение, что он абсолютно прозрачный, никакого там нету сияния, мерцания. Пахнет приятно. Пахнет какой-то лавандовой мягкой отдушкой. И, ну, я люблю просто периодически сбрызнуть, в общем, свои кудри, чтобы они были такие живенькие. В принципе, мне от него надо только, чтобы у него был хороший спрей, чтобы он не сушил волосы и не был таким вот масляно-жирным. Пока вроде все в порядке. Опять же, обо всех этих банках я читаюсь в пустых банках, когда уже допользую, потому что про недекоративную косметику первые впечатления, знаете, это дело такое. Это у нас сегодня просто такой новостной холл. В общем, пахнет приятно, пока он меня не разочаровал. Еной потаскун, кроме названия, конечно. Также, Crazy Zberry, сова Шатун. Тоже, знаете ли, такое приятное. Здесь такая софт-тач покрытие. Тут все такое объемненькое, очень приятно трогать. Значит, сова Шатун нам предлагает Wake Up маска для лица, эффекта 8-часового спокойного сна. Я этого не вижу уже несколько лет, поэтому незаропись, насладись, меня очень возбудило. Зарядит энергией и увлажнит. Sleep Guru. В принципе, все, что обещает вот этот вот эффект 8-часового сна, это обычно освежение цвета лица и снятие отеков. Это мне очень нужно, поэтому вот. Сова, кто там, Шатун. Будем пробовать. Далее. Лосиха. О, боже мой. Лосиха упругие бедра. Предлагает мне Крио Концентрат, крем для тела, подтянутый контур. Тверк Квин. Это прям про меня. Что значит моделирование гладкость и упругость? Ну, Крио Концентрат, я так понимаю, что он будет охлаждать. Все, что охлаждает на лето, это очень хорошо. Опять же, открою, отчитаюсь. Дальше. Тигрю лень. Тигрю лень – это тигротю лень. Аквамаска для лица. Супер увлажняющая. Все, что увлажняет, мне необходимо, потому что у меня вот здесь вот от постоянного сморкания просто пустыня Сахара. Супер увлажнение с гиалуроновой кислотой, свежесть с минеральной водой и питание морозной клюквой. Ну, неплохо. Я думаю, что это какая-то маска, которая действительно экстренно должна немножко так увлажнять и подтягивать. Ети Веган. Выглядит он вот так вот, как коала в зеленой одежде. Взбитый крем-мусс для тела. Все, что взбитое, это мне необходимо. Сайбириан гуакамоле. Питание кедровый орех, тонус японский чай матча и свежесть перечная мята. Перечная мята – это мое любимое. Мне было нужно. Последняя банка Крейзи-зверей – это Диворог. Диворог – это единорог с молнией. Вот здесь. Вот какое-то перерождение. Для чудесной гладкой кожи. Биомасло для тела. Лимонник на кедре. Подтягивающее густое. Я взяла это масло, чтобы сравнить его с серией Крейзи-десертс. У них тоже есть лимонник на кедре. Если оно будет точно такое же, то просто удобный формат, небольшая упаковка. Можно брать с собой или там раздаривать. Опять же, стоимость позволяет. Нанайский лимонник, кедровое масло и белая ангелика. Я прямо сейчас открою, пожалуй. И скажу вам точно, то это или не то. Да, это абсолютно такое же вот этот лимонник на кедре, как в больших пол-литровых банках, только вот в такой маленькой. В принципе, удобно. Я довольна. Это такое легкое, увлажняющее кремомолочко-масло для тела, которое впитывается моментально, увлажняет и действительно такое приятное дает телу ощущение. И очень вкусно пахнет лимонником и еловыми веточками. Чудесно. Мне уже это нравится. Что мне не нравится в этих упаковках? У меня сейчас еще там кое-что есть. В общем, покажу. Что мне не нравится в этих упаковках, что их очень легко открыть, не снимая вот это вот. Не надо разрывать вот эту вот штучку, чтобы открыть. Так как натуры Сиберика и планета Органика и Органик Кичин это одно и то же ОАО первое решение или ООО первое решение, видимо, они переняли у них идею вот этих вот майонезных банок. Это мне не нравится. В остальном, мне гораздо больше нравятся банки Натуры Сиберика, чем планета Органика и Органик Кичин. Еще у меня есть один спрей, который я прям хотела. Это опять же Сова Шатун. Пилу-спрей для подушки сонный. Колыбельная смесь эфирных масел, масло кедровой шишки, золотой ромашки и лилового чабреца. Слит Гуру. Для быстрого засыпания и сладких снов. У меня был такой спрей от, кажется, называется This Works, да, компания. Продается на Look Fantastic. И вот такой вот маленький спрей стоил там что-то тысячу рублей. Мне это совершенно не устраивало, потому что он просто немножко пах лавандой. Сейчас мы брызнем и посмотрим, чем пахнет. Пахнет кедром, шишечками приятно и гораздо менее ярко, чем тот спрей. И мне это нравится, потому что у него был такой достаточно сильный запах, было тяжело с ним заснуть. Попробую, отчитаюсь, опять же, наверное, в Инстаграме собакамакоказил. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. У меня там много интересного. И не забудьте лайк и комментарий из шести слов, чтобы я, значит, шла вверх и раздражала как можно большее количество людей и зарабатывала больше, чем 10 долларов в месяц на Ютубе. И последняя сова шатун, которая у меня есть. Видимо, мне поспать очень хочется. Это какой-то, да, у меня внутренний диалог со мной был. Релакс масло для душа, расслабляющее. Колыбельная смесь. Ароматное масло тузинского шалфея. Разглаживает меня пурпурный ирис. Не торопись, насладись, не гальмуйся, не кирсуй. Понюхаем, чем пахнет. Такой едва слышимый какой-то парфюмерный запах. Опять же, не раздражающий. Немножко лавандовый. Я в последнее время очень полюбила масла для душа. Масло для душа – это то же самое, что гель, по сути, только он не пенится, а превращается в такое молочко. То есть это масло гидрофильное для тела, да, условно говоря. То есть ты наносишь его прямо на тело без мочалки. Я не люблю мочалкой себя вот это тереть. Это вообще не для меня. Я наношу масло для тела на тело. Когда его смываешь, оно превращается в молочко, хорошо очищает, уходит и не дает никакой пены, в которой потом вот это вот застревают. Эти волосы в сливе. Терпеть их не могу. А тут прям все приятно, чисто и аккуратненько. В общем, вот. Это все, что я купила. Там на самом деле еще была куча скрабов для лица. Крем для лица. Ну, крем для лица, знаете, я опасаюсь. У меня достаточно аллергичная кожа. И боюсь всяких последствий. Поэтому стараюсь меньше экспериментировать. Хотя, в общем-то, не получается. Ну, решила, что здесь я лучше сначала по телу пройдусь, так как это более безопасно. Есть шампуни, есть маски для волос. Забыла, кстати, хотела взять шапку. Там была такая называется маска-шапка для волос. То есть, видимо, ее надо надеть, ну, в смысле, нанести на волосы и надеть шапочку для душа и в ней ходить. Не знаю, делаю еще один набег. Если меня все вот это вот устроит, куплю еще себе, значит, чтобы была полная серия, полное представление. Что могу сказать? Мне нравится упаковка, мне нравится ценовая политика. Чуть бы, конечно, подешевле, да, вот после подорожания этого резкого. Но Натура Сиберика шагает в гору семимильными шагами. Все время на Невском куче китайцев скупают просто опытом эту продукцию. И у них действительно есть неплохие и недорогие продукты. Видели вообще эту серию? Может, она только для меня новинка, а вы уже пятую банку пользуете? Если чем-то пользуетесь, напишите мне, пожалуйста, и любите ли вы Натуру Сиберику. Я вот люблю эту серию Crazy Desert Crazy Animals. Посмотрим, как у меня будет с Crazy Зверями. Не знаю, надеюсь, растется у нас и будет совместная, значит, любовь. Есть большие провалы в Натуре Сиберике. Есть чудесные подарочные гели для душа в стекле. Из первого решения еще бабка Агафьи. Я вот бабку Агафью терпеть не могу. Ни один продукт мне не понравился. У Натуры Сиберики у единственной есть шикарные спреи для лица. То есть тоники, тонеры, да, в форме спрея. Я обожаю тоники в спреях и постоянно ими пользуюсь. Забыла из ванны привезти. Хотела тоже вам показать. Вот, пишите мне, чем вы пользуетесь, чем мне себя еще намазать, оросить. И, в общем, вот в пустых банках поделюсь в скором времени, потому что прямо сейчас пойду этим всем мажутся. Пока-пока. Продолжение следует...